Здравствуйте! На портале Экзогеатру с вами Протерей Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами прочитаем первый стих 4 главы книги «Бытия», в котором говорится о том, что Адам познал Еву, жену свою, она зачала и родила Каина, и сказала, «Приобрела я человека от Господа, и продолжала рожать, и еще родила брата его Авеля, и был Авель пастырь овец, а Каин был землетелец». Эта первая история о двух сыновьях Адама является историей о том, как в мир вошло насилие и вошла первая смерть. И первая смерть входит именно как брата убийства, и именно этим трагична смерть, потому что она всегда несет в себе какую-то печать проклятия, связанная именно с этой историей Каина и Авеля. В Библии имена даются не просто так. Всякое нареченное имя содержит в себе пророчество, которое должно исполниться. Поэтому имя – это всегда то, что должно открыться. И имя Каин означает «приобретение». И поэтому в этой истории о том, что Ева говорит «я от Господа приобрела себе сына», и в еврейском тексте буквально игра слов Каины «Канити», «я от Господа приобрела», как будто Адам здесь был ни при чем. И мы чувствуем, что уже, вероятно, между Адамом и Евой пробежала какая-то, условно говоря, черная кошка. И Каин – результат этого приобретения. И действительно, вся его жизнь, она будет проходить под знаком стяжательства, насилия. И Каин станет основателем цивилизации. Первый город будет назван именем его сына – Энуха. И потомки Каина станут заниматься ремеслами, искусствами, обработкой металлов, как сказано в следующих стихах, играющие на гуслях и свирели, то есть музыканты, кузнецы, изготовители всех орудий из меди и железа. И мы видим, что Каин умножается. Умножаются города, цивилизация развивается. И все это происходит под знаком Каина. Но при этом говорится также, что с умножением цивилизации умножается насилие. Если за Каина отомстится в семь раз, то за Ламиха в семьдесят семь раз. Совершенно другое дело Авель. И его имя тоже имеет какую-то необычную этимологию. Авель – пастырь. И о нем больше не будет сказано ни слова. От него не останется ни следа. Он умрет, не оставив потомства. Как и его стада, он лично не владеет ничем, и он уходит. Его имя этимологически означает дым, пар, легкое дуновение. То, что уходит бесследно. И в Библии имя Авель станет нарицательным именем. Оно станет метафорой всего, что является эфемерным, призрачным, исчезающим. И прежде всего, конечно, благодаря книге Экклезиаста. Все вы прекрасно знаете это знаменитое выражение «Все суета сует». «Хавл хавалим» – авель из авелей. То есть абсолютная суета, абсолютное ничто. И хотя в нашем языке это слово «суета» имеет немножко другое значение, мы называем суетой иногда нашу гордыню, и скорее наше тщеславие, беспокойство о том, как ты будешь выглядеть, что тебе скажут, чего ты добьешься в жизни. Конечно, это ничего общего не имеет с Авелем, но сам этот образ суеты, суетности и того, что исчезает. И вот в псалмах есть прекрасные иллюстрации тому, что означает «человек как сын Авеля». Да, ты дал мне дни лишь на ширину ладони. Мой век, как ничто пред тобой. Поистине, всякая жизнь человека лишь пар, авель. Смертные лишь суета, люди лишь ложь. На весы положи, они ничто. Все вместе легче дыхание. И в других псалмах, вот не только в 38 и 61, которые я процитировал, возникает этот образ. «Человек – это то, что подобно дуновению ветра. Дни человека, как уходящая тень». Человек – это тот, кто уходит. И в четвертой главе книги «Бытия» имя Авеля повторяется каким-то рефреном, как будто легкое дуновение. Напоминание о чем-то невесомом, лишенном существования, приходящем. Итак, с самого начала внимательный читатель понимает, что Каин – это приобретение, и он будет умножаться. «Авелю уготовано исчезнуть, он уйдет, не оставив и следа». Но в действительности этому были и параллели в истории цивилизации. Как вы знаете, на смену кочевникам-скотоводам, кем был Авель, приходит цивилизация оседлых людей, которые занимаются ремеслом, создают города. И действительно, эта история как будто воспоминание о каком-то цивилизационном сдвиге. И при всем при том, что Авель должен был бы исчезнуть, Библия нам готовит сюрприз. В действительности у Авеля будет потомство. У Адама после Авеля рождается еще сын, которого назовут Сив. И Библия об этом говорит. «И еще раз Адам познал жену свою, и она родила сына, и нарекла имя ему Сив, потому что, — говорила она, — Бог положил мне другое семя взамен Авеля, которого убил Каин». Имя Сив означает «взамен», «вместо». И у Сива также родился сын, и он нарек ему имя Энус, и тогда начали призывать имя Господа. Энус — это первый человек, который приносит жертвоприношению Богу, это первый религиозный, первый верующий человек, который выстраивает какие-то новые отношения с Богом через молитву, через богослужение. Энус — говорящее имя. Оно означает «человек именно в его уязвимости», человек как существо смертное, подверженное болезням. И в семитских языках в множественном числе «анашим» является обозначением всех смертных, всех людей, всего человечества, которое не является бессмертным. И дальше обратите внимание, что из рода Сифа и Эноса происходит «ной». И что это означает? Это означает, что никто из потомков Каина не останется в живых после потопа. Потоп смоет Каина и всякое воспоминание о них. И в этом звучит грозное предупреждение в адрес цивилизации, нашей цивилизации, которая основана Каином. Только потомки Авеля переживут потоп, а от Каина и всех каинитов не останется и следа. Первые главы книги «Бытия» повествуют о происхождении человечества на языке архетипов и на языке символов. С одной стороны, вся цивилизация – это порождение Каина, и любая цивилизация основана на насилии, на принуждении. С другой стороны, она организована таким образом, что не сможет существовать вечно. Великие цивилизации исчезают, сменяют одну другую, приходят к упадку. И поэтому апостол Петр говорит, лишь восемь человек сохранятся в ковчеге, то есть Ной и его сыновья. И эти восемь человек – это образ восьмого дня, символ нового мира, нового человечества, после того, как прежний мир исчезнет и умрет. То есть в конечном итоге погибший Авель через потомков Сифа, другого сына Адама, воздвигнет потомство и будет стоять у истоков нового мира. И именно благодаря этому история человечества будет иметь свое продолжение. Образ Авеля повторяется еще в Новом Завете в Евангелии. В частности, в 11 главе Евангелия от Луки Господь вспоминает об Авеле. Он говорит о том, что нынешнее поколение понесет ответственность за кровь всех пророков, пролитую от создания мира, от крови Авеля и до крови Захария, убитого между жертвенником и храмом. Да, говорю вам, нынешнее поколение ответит за все. И вот здесь возникает вопрос, почему Авель назван пророком? В череде пророков, убитых на протяжении всей истории Древнего Израиля, упоминаются два имени, первого и последнего. И здесь имеется в виду вся полнота тех, кто стал жертвами насилия. Разве Авель был пророком? Почему сказано, что Авель пророк? Ведь мы не слышим его голоса, он не говорит ни слова, и сама его жизнь настолько коротка, что мы ничего о ней не знаем. Апостол Павел дает ответ на этот вопрос. Он говорит, чем жертвоприношение Авеля было угодно и приятно Богу. В послании к евреям сказано, «Верой Авель принес жертву Богу, лучшую, чем Каин. Верой он заслужил одобрение, как праведник, когда Бог похвалил его жертву. И хотя Авель умер, он, благодаря своей вере, все еще говорит». И вот это удивительно. Авель продолжает говорить, и даже после смерти. И действительно, в четвертой главе «Бытия» сказано о том, что кровь Авеля вопиет от земли. Именно поэтому Бог спрашивает у Каина, «Что ты сделал с твоим братом?» Действительно, пролитая кровь, она вопиет, как голос пророка, и поэтому Авель – это первый пророк от основания мира. И первый пророк, который напоминает о том, что от основания мира каиниты всегда будут убивать своих братьев, и цивилизация, основанная ими, будет цивилизацией насилия, кровопролития, и она воцарится над миром. Другой образ того, что у Адама два сына, говорит о том, что есть два образа быть человеком. На этой земле можно быть, как потомок Каина, можно жить, как потомок Авеля. Конечно, господствуют, доминируют в этом мире каиниты. Авель – имя тех, кто оказывается подавлен, порабощен, унижен, и, к сожалению, это большая часть человечества. Но что делать с этой реальностью? Должны ли мы завидовать каинитам и стремиться быть самыми сильными и оказаться на вершине пирамиды? Но Библия говорит, что именно эта часть человечества не переживет потоп. Те, кто наверху пирамиды, они не наследуют землю. В Нагорной проповеди Господь говорит, кроткие наследят землю. В этом нет никакой морали, такой плоской человеческой морали, но есть какое-то пророчество и какой-то здравый смысл. Если бы судьба мира всецело зависела только от сильных мира сего, от каинитов, у нас бы были все основания быть пессимистами. Этот мир не имеет будущего. Но от того, что Бог дает потомству Авеля, это дает надежду на то, что у этого человечества есть будущее. Апостол Павел говорит, что Авель носитель веры и носитель надежды. Точно так же в глазах Бога надежда и вера Авеля драгоценнее всех достижений всего могущества и жажды власти Каина. В современном мире тоже веру и надежду несут люди простые, кроткие. Кроткие, как прекрасные персонажи Федора Михайловича Достоевского. В Библии бедность, смирение, кротость это не просто экономический статус, экономическое положение, но это отсутствие насилия в сердце. И именно у этих людей есть будущее, они наследуют землю. История Каина и Авеля это история допотопного человечества. И Библия показывает, что история этого человечества неотвратимо ведет к катастрофе. Насилие умножается, как снежный ком. Сначала первозданный Эдем утрачен безвозвратно, затем происходит первая смерть, первое братоубийство, первое насилие. После этого человечество теряет возможность понимать друг друга. Человечество теряет общий язык. И поэтому все катится неминуемо к катастрофе. Но более важная история начнется после потопа. Она начнется с призвания Авраама, с истории семьи патриархов. И это будет новое человечество. И какое отношение имеет это к нашему современному миру? Как ни странно, Библия имеет вечную актуальность, потому что современный мир, который хвалится своими достижениями в области прогресса, и мы с вами очень увлечены идеей прогресса, мы одержимы жаждой накопления, манипуляцией большими объемами информации, и мы слышим о мечте покорить Марс, колонизировать космос для того, чтобы иметь возможность переселиться туда в тот момент, когда Земля перестанет быть гостеприимной. И очень много других фантазий и сновидений человечества, который мечтает о создании нового человека с помощью каких-то суперсовременных технологий. И Библия нас предупреждает, что нужно быть очень осторожным, потому что все, что идет на поводу насилия, на поводу безудержного тщеславия и гордыни, в любой момент может обратиться в ничто. Поэтому подлинную мудрость несут те, кто несут в своем сердце кротость. Блаженны кроткие, ибо они по-настоящему наследят Землю. На портале Экзегиат.ру с вами был протеерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Внеси свой вклад. Оцени. Подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Продолжение следует...